Гостями вернисажа выставки «Салют над Невой» стали представители общественных организаций объединений ветерана труда, учащиеся и молодёжь. Экспозиция – это собрание в цельное повествование экспонатов Центрального музея Великой Отечественной войны Москвы, отражающие период блокады и освобождения блокадного Ленинграда. Мне очень приятно, что здесь, на Брестской земле, память о героическом подвиге всех, кто защищал Ленинград, кто находился в городе во время блокады, помнят. И даже здесь, в стенах Брестской крепости, в музее, мы фактически теперь встречаемся каждый год, когда отмечаем эту дату. Мне очень приятно, что среди зрителей, гостей экспозиции много молодых ребят, учащихся в школах. И наша общая задача – донести до их памяти всё, что связано с героическим подвигом Санкт-Петербурга, с героическим подвигом Ленинграда. Два года, четыре месяца и десять дней продолжилась блокада города над Невой. Явную нехватку продовольствия ленинградцы ощутили в октябре 1941 года. А уже в ноябре город накрыл настоящий голод. Количество смертей от истощения росло в геометрической прогрессии. Поставки продовольствия практически прекратились. По воздуху невозможно было обеспечить необходимый объём. Даже в таких нечеловеческих условиях город продолжал жить. При этом функционировали не только промышленные предприятия, но и госучреждения. Энергоснабжение обеспечивалось на уровне 15% от необходимого объёма. Отопление было отключено совсем. Резко возросло количество смертей от замерзаний, чему способствовал аномально высокий снежный покров. Не было воды, не было тепла. Но тогда вообще топились только печками, дров не было. У нас были дрова во дворе. Их украли в самые первые дни блокады. Не было канализации. Вы представьте себе, не было у людей канализации, поскольку не было воды. Очень страшные были бомбёжки. Как правило, немцы бомбили в ночное время. Как только мы ложились спать, вдруг метроном останавливался. Воздушная тревога, воздушная тревога. Мы первое время бежали в подвал. Но потом оказалось, что это очень опасно. Бомбы пробивали все этажи здания и разрывалась в подвале, где находились люди. Это вот первое. Второе, бомба взрывалась сверху. Здание осыпалось. И пока раскапывали, люди задыхались от неотсадка воздуха. А ещё были даже в начале, когда ещё водопровод был. Здание рассыпалось, засыпало людей. И люди не просто задыхались, они ещё и утонули. Поскольку подвал заполнился водой. Поэтому мама сказала, никуда не пойдём, не будем бегать никуда. И действительно, мы всю войну не бегали по объявлению воздушной тревоги и не прятались. Она сказала, что будет, то будет. Настолько ленинградцы уже привыкли к смертям, к тем жестокостям, которые приходится переживать, что не ценили как бы жизнь свою. Как все, так и мы. Жестоким фашистам не удалось сломить дух осаждённого города. Ленинград жил и боролся из последних сил. 18 января 1943 года было прорвано блокадное кольцо. А даты окончательного снятия блокады Ленинграда считаются 27 января 1944 года. Так хочется дотронуться рукой до ямночной, прозрачно-спелой кожи. Увидеть вновь улыбки и покой на лицах торопящихся прохожих. Так хочется, чтоб мамочка моя, как прежде, заразительно смеялась. И с раненой взрывами земля в цветочных розах снова искупалась бумажной. Лёгким змеем с ветерком умчаться ввысь распахнутого неба. И съесть в заколёб до крошки целиком буханку вкусно пахнущего хлеба. Фотографии, документы, карты, газеты, плакаты и художественные произведения, запечатлевшие сцены и жизни блокадного города и являющиеся свидетельствами мужества, необычной силы, воли и упорства жителей Ленинграда в условиях жестокой осады. Со всеми этими по-настоящему бесценными материалами смогли ознакомиться гости выставки «Салют над Невой». Я пришёл сюда со своим классом, с средней школы номер 9 города Бреста имени Алексея Федоровича Наганова. Данная выставка посвящена локаде Ленинграда. Я пришёл с классом для того, чтобы посмотреть данное мероприятие, а также чтобы осмотреть саму выставку, посмотреть информационные аборды и так далее. Пока что мне всё нравится, информативно весьма, но в целом хорошо организовано. Познакомиться с экспонатами выставки можно до 29 февраля в Музее обороны Брестской крепости. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.